Режим самоизоляции – дело добровольное. Сегодня в правительстве все-таки объяснили, как вести себя кировчанам на этой неделе. Накануне режим самоизоляции был введен губернатором, но никто так и не разъяснил конкретику, то есть, куда и как можно ходить людям, будет ли закрыт город и какие наказания будут действовать за нарушение нового режима. Сегодня наша съемочная группа отправилась на улицы города, чтобы посмотреть, как кировчане отреагировали на новые, но не конкретные правила. Мы погуляем с собакой домой, даже в магазин не ходим сейчас со своим дедом. Так что мы соблюдаем режим обязательно. Женщина с собакой на поводке и маской на лице сегодня чуть ли не единственный человек в Александровском саду. В популярном месте для прогулок в обеденное время пусто. Правда, здесь же оказались и несколько рабочих, которые убирали снег. Говорят, что режим самоизоляции – это точно не про них. Работают в штатном режиме. Нельзя никак. Работать надо. А почему без маски? А нам кто выдастся? В аптеках нету. Начальственные в ней все. Еще одно некогда любимое место для прогулок кировчан – парк имени Кирова. Сегодня здесь практически никого. Гуляющих нет ни на аллее вокруг пруда, ни у цирка. Мамы с колясками и молодежь, которые любят покормить уток, сегодня остались дома. Там, где обычно стоят машины такси, пусто. Те, кому на улицу выйти все-таки пришлось, спешат по рабочим делам. Большинство в медицинских масках. – Вы наблюдаете ли карантинные меры? – Да. Соблюдаю. – А поехали куда-то все равно, да? – Ну да, по работе. Потому что работаю я. На меня даже справка есть. – Так в больницу ездил, что? Так-то сижу дома, конечно. – Вот здоровье поправляю. С кардиологического центра иду. Жить-то хочется. А если мнение мое, если не соблюдать режим, который объявлен, то мы друг друга заразим и будет как чумой в свое время. Чума была. Среди немногочисленных прохожих мы встретили Кировчанку, которая недавно вернулась в город из Индии. Вместе со своей семьей женщина побывала на обязательном домашнем карантине. Теперь ходит по городу только в медицинской маске. – 12 числа приехали и сразу позвонили практически. – На горячую линию. И что там сказали вам? – Что вы вызвали врача на дом. Он приходил каждый день практически. – У вас никаких симптомов-то нету? – Как мы видим, сегодня поток машин на улице Ленина совсем небольшой. Обычно в это обеденное время в районе центральной гостиницы бывают и большие пробки. Можно сделать вывод, что в этот день режима самоизоляции. Большинство кировских автомобилистов все-таки решили поберечься и остаться дома. Небольшой поток легковых машин сегодня на центральных дорогах города разбавлял общественный транспорт. Кажется, автобусов и троллейбусов в городе меньше не стало. Правда, пассажиров в салонах можно сосчитать по пальцам. – В ручку упало. – В ручку упало, да? – Работа есть работа. – В штатном режиме, да? – Да. Сегодня в областном правительстве сообщили, что общественный транспорт до конца этой недели работу прекращать не будет. Автобусы и троллейбусы будут курсировать, как и прежде. А вот для тех, кто выходит на улицу без надобности, по городу ездят машины ГИБДД. Сотрудники через громкоговорители призывают кировчан оставаться дома. – На территории региона объявлен режим самоизоляции. Полиция призывает к каждому правительству. Тем не менее, за нарушение режима самоизоляции выписывать штрафы полицейские не будут. С теми, кто не самоизолировался, сотрудники просто будут проводить профилактические беседы. То есть объяснять, почему до конца этой недели нужно оставаться дома. Председатель правительства области Александр Чурин заявил, что передвигаться по городу и области сейчас можно. Никаких ограничений на перемещение кировчан, гостей города, жителей Кировской области у нас нет. И мы не намерены вводить такие ограничения. Мы говорим о гражданской позиции каждого жителя нашей области. О том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции. Необходимо находиться дома. Чтобы передвигаться по городу, не нужны специальные пропуски. Ездить в больницы и поликлиники, которые продолжают работу в штатном режиме, можно будет свободно как на личном авто, так и на общественном транспорте. Тем не менее, выходить из дома просто так не рекомендуют никому. Число кировчан, у кого поставлен предварительный диагноз коронавирус, продолжает расти. На сегодняшний день в области зарегистрировано 12 случаев коронавируса. 5 человек выписано. 7 заболевших получают все необходимое лечение. Лабораторное подтверждение диагноза ожидают 9 человек.